В свой рабочий день глава республики решил начать с прогулки по Чебоксарским дворам. Михаила Игнатьева интересовала, насколько качественно проводится в городе ремонт придомовых территорий. Правда, этот визит оказался не таким уж и внезапным. Местные жители не упустили возможности и рассказали главе региона о своих проблемах. Подробности в следующем материале. Во дворе дома по улице Кривого строители работают засучив рукава. Уже ко дню города здесь планируют заасфальтировать тротуар. Накануне праздника территорию облагораживают, стригут газоны, демонтируют старые ограждения. Недавно на радость жителей здесь установили новый детский городок и обустроили баскетбольную площадку. Двор был включен в муниципальную программу на 2013 год по капитальный ремонт дворовых территорий и по устройству малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы на сегодняшний день установлены, общая сумма 120 тысяч рублей. Местные жители работу подрядчиков оценили по достоинству. На новой площадке недавно спели отметить большой районный праздник. Раньше, говорят жители, приглашать гостей сюда было стыдно. На месте современных снарядов стояли старые качели. У нас дом обновляется, жители тоже обновляются, места тоже обновляются. Вы ремонтом довольны, да, площадка? Довольны, довольны. Ага, пусть всегда так будет. Остался доволен ремонтом и Михаил Игнатьев, но попросил контролировать ремонт дворовой территории и дальше. И совместными усилиями, что мы можем сделать, надо сделать. Настроение должно подниматься, да, Кир? Да у нас всегда настроение хорошее. Да. Мы тут такие классные праздники проводим, люди вместе с нами празднуются, так? Ну какие праздники проводим мы? Бодрые люди, молодцы. Вот так должны. Оптимность. Во дворе дома по улице Эльгера капитальный ремонт уже завершили. Здесь положили новый асфальт и подходы ко всем подъездам. Правда, дисциплинирования от этого люди не стали. Личное авто некоторые оставляют прямо у входа. Хотя на ближайших парковках есть свободные места. Жители пожаловались и на то, что по их двору часто разъезжают грузовые машины. Тут надо штрафовать эти грузовики. Понятно, торгующие организации. Там не хотят таскать корзины. Это прерогатива власти на сегодняшний день, чтобы по дворам грузовые автомашины не ездили. Если они под знак заезжают, их надо штрафовать, фиксировать. Есть магазин у нас, купятся они. Вот до закрытия магазина. Ездят и нет. Не устраивает жильцов и соседство с гаражами, которые здесь были, установлены в советские годы. И, по всей видимости, незаконно. А недавно люди узнали, что неподалеку отсюда планируют возвести многоквартирный дом. Жители выступают против. Вместо нового дома они продолжали обустроить здесь парк отдыха. Глава республики попросил столичных властей взять эти вопросы на контроль. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Продолжение следует...